Доброе утро! Я взяла замороженный, немножко рукколы, редиска, чуть-чуть фенхеля для остроты и сыр пармезан. Для намазывания я взяла козий сыр, но если вы не любите козий, то вы можете воспользоваться любым сливочным сыром, рикотта или сыр типа филадельфия. Берем хлеб, горошек и спаржу, и идем к плече. Нам понадобится где-то 2 столовые ложки масла, наливаем на сковороду и выкладываем хлеб одной стороны. И будем жарить до золотистой корочки. В это время мы опускаем спаржу на 4 минуты, воду подсолим и через 2 минуты опустим туда зеленый горошек. Хлеб долго жарить нам не нужно, чтобы не получить гренки, он должен быть мягким внутри, поэтому это должно занять у нас минутки-две. Хлеб у нас уже зажарился с одной стороны. Мы его снимаем. Вот такой он будет выглядеть, вот так, с одной стороны. Сковородку мы отставляем. И теперь закладываем зеленый горошек в спаржу. Еще на 2 минуты. 2 минуты прошло. Нам нужно слить горошек и спаржу. В это время мы добавляем лед в холодную воду. Вода у нас должна быть ледяная обязательно, для того, чтобы спаржа не потеряла цвет. Проливаем воду и быстренько кладем в холодную. Теперь нам нужно будет ее обсушить на бумажной салфетке. Горошек тоже. Вот таким вот образом подготавливаем спаржу и горошек. Переложим спаржу и горошек в форму. И начнем заниматься другими овощами. Нам нужно взять помидоры черри. Разрезать их напополам. Помидоры готовы. Мы перекладываем в форму. Следующее это редиска. Редиску нам надо нарезать очень тоненько. Редиску мы тоже перекладываем в форму. Теперь остается у нас фенки. Здесь половина луковички нам столько не нужно. Возьмем буквально для вкуса. Чуть-чуть. Тоненькими полуколечками. Все наши овощи подготовлены. Теперь нам надо собрать наши тортины. Мы подготавливаем наше сервировочное блюдо. Кладем на него хлеб. И первое, что нам нужно, это намазать мясным сыром. Намазать надо плотно, не желея сыра. То есть слой должен быть достаточно толстым. Помидорки мы уложим в серединку. Вот такой дорожкой. Даже можно назвать это косичкой. Укладываем помидором и в центр. Далее мы посыпем сбоку горошек. Дальше мы спаржу разрезаем пополам, вдоль. И укладываем ее. Немножко прижимаем. Теперь мы берем редисочку. И укладываем сверху. Можно положить редиску сбоку. Веером таким. Теперь мы укладываем немножко рубку. Сверху вот так. И последнее нам нужно покрошить немножко пармезана. Я предлагаю взять не тертую, а стружечку. Можно взять любую сырорезку или овощерезку. И вот таким образом настругать такую стружечку. Мы выкладываем хаотично сыр сверху. Ну вот и все. Наши тортины готовы. Приятного аппетита. Вы, конечно, можете поставить их в холодильник. До прихода гостей. Но ненадолго. А если вы завернете его в пленочку и возьмете с собой на работу, то считаем, что ваш день удался. Всего доброго. Будьте с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...